Очередной ЗАГСОП, очередной пикет. Действующие лица те же, что две недели назад. Тема для акций тоже. Коммунисты и справедливороссые вновь протестуют против выборов с помощью депутатов. Победа будет за нами! Выигрыш уже есть, но лишь частичный. Прямые выборы районных депутатов при подготовке закона ко второму чтению оппозиция отстояла. А вот прямые выборы глав нет. Главам любым и поселений, и главам городов, независимо от, нужно иметь доверие населения, и чтобы он не озирался на позицию депутатов своего совета. Почему? Потому что он не должен быть зависимым человеком. 45 минут именно столько времени потрачено на решение вопроса, как именно выбирать. Три оппозиционные фракции стараются все выборы и депутатов, и глав сделать прямыми. Мы считали и считаем, что лишение прав избирателей, граждан на непосредственном части выборов, есть антикоституционный шаг. Мы хотим, чтобы главы городов избирались прямым голосованием, народом избирались, главы районов избирались тоже прямым голосованием. Это приведет к тому, что будет меньше коррупции, намного меньше. Иногда к европейскому опыту взываем, тоже с трибуны. Так вот, в Париже выборщики выбирают мэра. Из 90 человек недавно мэра избрали 63, по-моему, насколько я помню. Поэтому эта система не новая. И вот итоговое голосование. Договоренности, достигнутые до пленарного заседания, остаются без изменений. Отныне выборы и поселковых, и районных депутатов всенародные, а вот муниципальных глав всех уровней исчезла депутатов. И скажу правду, это компромисс оппозиции, по большому счету. Целый ряд предложений оппозиции был учтен в поправках и принят. Другой принципиальный вопрос повестки дня – первое чтение областного бюджета. Его параметры на будущий год озвучиваются губернатором. Доходы – 71,5 миллиард рублей, расходы – 77,5 миллиардов, дефицит – 6 миллиардов. Социальная направленность сохраняется, курсная эффективность расходов тоже. Бюджет, ориентированный на результат. Достижение этой цели – процесс нелегкий. А трудный бюджет – от слова трудиться. Депутаты-оппозиционеры потрудились над общей критикой разработанного Минфином бюджета. Впрочем, их неприятие главного финансового документа традиционно. И столь же традиционно голосов КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия не хватает для отклонения бюджетного проекта. Большинство депутатов голосует за. Бюджет в первом чтении принят. Будем работать дальше. Расходы на заработную плату и расходы на здравоохранение, социальное и образование сокращаться не будут. Итак, в первом чтении, то есть по размерам доходов, расходов и размеру дефицита, бюджет принят фактически в том варианте, в каком он вносился областным Минфином в законодательное собрание. Небольшие изменения коснулись лишь расходной части бюджета. Она увеличена на 90 миллионов рублей. Впереди через месяц второе обсуждение областного бюджета. Там будет определено его постатейное наполнение. Виталий Дерябин, Семен Воробьев. Новости дня. Виталий Дерябин, Семен Воробьев. Новости дня.